здравствуйте сегодня по следам ваших просьб и вопросов была такая просьба поставить рядом джаггер шусвалей и юве феникс чтобы сравнить эти цветы хотя мне немножко удивительно поскольку они вообще относятся к разным категориям самый большой куст это джаггер шусвалей вот слева в белом горшке он относится к стандартным зональным пеларгониям а юве феникс относится к полу зонартиковым гибридом и растет больше как зонартик такой вот он ползучий и больше вширь подушечка горизонтально растет джаггер шусвалей ну как обычная стандартная зональная пеларгония кустица и ветвица вверх ну как я поняла человек который попросил сравнить наверное интересует цветы ну наверное так же как большинство из нас за что мы любим пеларгонии мы любим за их цветы до чтобы выбрать какого цвета понять они совершенно разные по красу цветов и в феникс вот рядышком с фолеем как мы видим он вообще другого окраса апельсиновый цвет фолейка розовый так сейчас вот солнце уходит я сейчас водичку поменяю ну то есть вот мне кажется видно видно разница по красу цветов да и построению тоже но вы знаете фолейка у меня сейчас немножечко потерял махровость он в прохладу был такой более махровый иногда даже у него градиент может появиться а это его летнее цветение и он такой вот крупношапочно у него крепкие цветоносы которые он сам выдерживает довольно таки крупный такой габаритный кустик но шапки он раскрывает довольно таки охотно и дружно может раскрыть и такие вот плотные видите шапочки у него соцветия сомкнутые у феникса немножко измельчали конечно же это такое непоказательное я бы сказала цветение его он у меня с февраля месяца это уже третье его цветение так вот отдыхает и набирает то ли он уже устал у меня немножечко ну в общем я ему не обрываю бутончики пускай как хочет так и цветет справа я поставила вам правда еще пока не раскрыл бутона как следует только начинает раскрываться но так сказать для понимания это pack shocking orange хотя я как-то сравнивала однажды давайте вот попробуем рядышком все это дело поставить чтобы вы поняли видно что на тон shocking orange конечно же ярче ярко оранжевый почти алый феникс побледнее ну а этот вообще розовый вот сейчас видно хорошо это касательно вот этих сортов теперь касательно удобрений тоже спрашивали как я удобряю да я их удобряю сейчас но у меня так медленно очень расходуются вот эти удобрения потому что я так не злоупотребляю вот такие два вида минеральных комплексных удобрений которые покупала пять лет назад и до сих пор ими пользуюсь я заказывала тогда по интернету из польши называется план тон это для цветущих вот с такой формулой mpk 16 азота 11 фосфора 24 калия развожу я дозе от 1 3 от рекомендованной то есть рекомендованная доза 1 грамм на 1 литр я беру 0 7 грамма взвешиваю на весах маленьких и соответственно вот пользуюсь такой дозировкой это удобрение с одинаковой формулой 18 18 18 18 удобряю я через раз в неделю раз в неделю те кто цветет вот этими удобрениями ну вот эти могу полить не цветущие так сказать растущие либо чередую их то есть чаще всего все-таки в период цветения я пользуюсь вот этим удобрением план тонка смотрите я не оговорилась взвешиваю вот на таких весах 0 7 грамма и развожу в бутылях двухлитровых то есть 0 7 грамм на 2 литра получается одна треть от от рекомендованной доза на прощание в заключении покажу вот этот кустик него сириус объем горшка 2 и 8 литров очень большой объем взрослые маточный куст который мы уже два года цветем ну растет он у меня компактно вот как она видает все это видите не сыпется засохла сухие цветы моего крупные шапочки вот его раскрытая шапка это была такая же большая его летние цветение хорошо шапки раскрывает бутончики не сушит последующие идут поменьше шапочки уже это тоже была большая но в общем цветем надо будет удалить уже эти засохшие отсвете соцвете хотел вам показать как он увядает спасибо вам за внимание до свидания